Витаю всех, в эфире «Парщи другие». Сегодня у нас в гостях спевачка, как узнают все, у нас в гостях Гайтана. Добрый вечер, Гайтана. Добрый вечер. Вот я сегодня пыталась вспомнить, пока вы в гримюрке прихорашивались, сколько я не видела вас, и так и не пришла ни к какому выводу. Вы как раз приехали, были довольно долго у папы в гостях в Африке, и приехали только в Украину, и пришли на программу. Это было два года назад, или уже больше? Я думаю, там было год назад. Год назад. Більше року тому Гайтана з'явилася у программі нашої ведучої майже одразу після повернення з тривалою творчої відпустки. Взяти тайм-аут тоді співачка вирішила після участі в Євробаченні 2012 року. Посівши на конкурсі 15-те місце, вона потрапила під такий шквал критики, що на півроку просто зникла зі світських тусовок. А згодом і поїхала з України на довгий час. Значит, мы с вами не виделись год. Отлично. Но уже в этот год многое произошло. И мы сейчас об этом будем говорить. А я... Вы тогда приехали, знаете, так вот, а как человек, который пережил... Вот я очень хорошо помню, вот сегодня вы пришли прям такая улыбающаяся, радостная. А тогда вы были вот как... Вот от вас шла энергетика человека, который пережил какие-то серьезные очень проблемы, да? И было видно, что вы перешли к какой-то другой этап своей жизни. И это было невооруженным глазом видно, даже можно было ни о чем не спрашивать. Это действительно ведь так. Это правда. И мы с вами говорили много о ваших родителях. Мы говорили о том, как тяжело или легко быть другой, чем все. И я очень хорошо запомнила наш разговор. Знаете, есть такие разговоры, которые вообще не запоминаешь, а есть разговоры, которые запоминаешь очень хорошо. И я вот прямо начать сегодня хотела как раз вот с этого ощущения, да? Быть другой. Вот что это значит? Это ощущать полную свободу внутри и не бояться отходить от шаблонов, от стереотипов. Бояться делать так, как хочешь ты, а не как советуют тебе твои друзья, окружающие. То есть не бояться идти своим путем. Когда-то мне было страшновато это делать. И мне очень важно было, чтобы рядом возле меня находился человек, и мнения наши совпадали. Я повзрослела, наверное, потому что я научилась жить даже рядом с людьми, мнения которых не совпадают с моим, и все равно двигаться уверенно вперед. Это проявляется как и в мелочах, так и в серьезных решениях. Даже вот прическа. Кто-то скажет, это не в твоем стиле, или такого никогда не было, и нужно придерживаться, возможно, какого-то одного стиля. Но я действую по настроению и могу выйти с любым цветом волос, и так, в общем-то, и по жизни. Смотрите, ваши родители – это фактически представители двух совершенно разных, не просто культур, да, а там вселенных. Потому что мама европейка, мама живет здесь, папа живет в Африке, и у них совершенно разные взгляды не только на какие-то глобальные вещи, но разные взгляды на воспитание детей, на роль женщины, на любовь, да, вот, и те, и другие люди, словом, любовь, ведь там тысячи людей, можно сказать, слово «любовь», и все они будут иметь абсолютно разное. Но когда вам было не очень хорошо, мягко говоря, вы полетели к отцу все-таки, почему? Причем моя мама подсказала мне, что тебе нужно полететь к отцу. Она очень мудрая женщина, она сказала, что у тебя нехватка мужской поддержки, у тебя нехватка мужских советов, причем от человека, который тебя искренне любит просто так, потому что ты его дочь. И она была права, а, кстати, один молодой человек как-то сказал мне тоже вот интересное наблюдение, я запомнила надолго, когда у нас был с ним конфликт, он сказал, тебе нужно поехать к отцу и помириться с ним. Тогда у нас был с отцом конфликт. Только пусть ты наладишь отношения с папой, ты сможешь хорошо строить свои отношения по жизни. И в этом есть действительно глубокая мысль, потому что отец, он, возможно, в какой-то момент для меня был чужд. Я его не видела, я его обвиняла в чем-то. В подростковый период у меня были свои сложности какие-то в голове, я не все понимала. Но каждый раз, когда я с ним пересекалась по жизни, я всегда понимала, что он настолько важен для меня и настолько его слова никак не похожи на слова моей мамы. И те годы жизни, которые он в меня вкладывает, они настолько важны для меня, как для девочки, как для женщины, как для будущей мамы. Батьки Гайтани вирішили разлучиться, когда ей было 5 лет. На тот час родина жила в республике Конго. Співачка разговаривала лишь французскую и мовую лінгала. Однако после разлучения Гайтана с мамой вернулись в Украину, где, власне, и родилась співачка. Батько лишился жить там. А чем отличается? Знаете, вот некоторые говорят, что мужчины или женщины нас любят по каким-то причинам, и мы с ними расстаемся рано или поздно. Но есть люди, с которыми нас любят просто потому, что мы есть наши родители, и с ними мы не расстанемся никогда. Насколько вот, в чем именно вот это отличие между, скажем, любовью мужской и любовью отца, любовью женской, любовью матери? Все же называется словом «любовь», правильно? Наверное, преданная забота. Просто мужчина, который не есть твой отец, он заботится до поры до времени о тебе. И в момент расставания он всю эту заботу свою забирает, как будто он ее одолжил. Уходит вместе с ней. Уходит вместе с заботой. Отец, любовь моего отца и наши отношения, они очень сложные были всегда. Но, тем не менее, когда мы с ним даже ругались, я чувствовала, что он все равно продолжает заботиться обо мне. Когда мы расставались, долго не виделись, потом встречались, я понимала, что в его глазах, в его сердце такая любовь просто. Ее невозможно измерить ничем. В этом большие отличия. Вы знаете, очень часто говорят, что люди, которые родились в Африке, они являются просто гениальными танцорами, певцами и так далее. Потому что это очень соответствует их эмоциональному строю. Потому что поют же люди, условно говоря, животом, сердцем, эмоции. А европейцы все-таки это люди головы в основном. Вы же певица, и это ваша профессия. И, значит, в каком-то смысле, когда вы поете, вы воплощаете все-таки в своего папу, а не в маму. Ну, это очень условно говоря, очень условно. Я смогу сказать уверенно, что у меня бабушка так поет с сердцем. Это фантастика. Когда она плачет, поет, она плачет. Бабушка, которая мама отца или мама мамы? Мама мамы. Бабушку отца. Маму отца я плохо помню, совсем маленькая была, когда я видела ее. Папа говорит, что она тоже была очень артистична. И у меня от бабушки, мне кажется, передалось, когда я пою, что-то очень такое близкое. Возможно, то, что я вообще редко пою, потому что в основном на сцене я харизматична и дарю праздник. Но мало кто знает, что во мне есть столько блюза, которые я даже не могу иногда озвучить. Потому что вот что-то такое чувственное. Когда ты поешь, ты просто не можешь сдержать слезы. Вот это у меня от бабушки, по-моему. А вот вы говорите, во мне столько блюза. Я слышала, как вы поете джаз, как вы поете блюза. По-моему, это делаете великолепно, потому что, ну, я же говорю, есть очень хорошая база для этого. Ну, потому что я абсолютно уверена, что белый человек не может спеть джаз так, как нужно спеть. Ну, вот я не знаю, почему мне так кажется. Ну, потому что все, что я слышала, это как раз было, ну, самое гениальное, это было по-другому. Вот когда вы сегодня составляете свой репертуар, вы поете не все, что хотите, как я понимаю. То есть для вас уже все не важно, что есть коммерческая музыка, что некоммерческая. Это моя боль, последние годы особенно. Потому что один человек сказал, что это твоя вина. Ты начала сама позиционировать себя на сцене, как человек с популярной музыкой. И, конечно же, тяжело людям тебя воспринимать по-другому. Только те, кто, возможно, знает тебя больше, слушал тебя чаще, не только по клипам. Может быть, эти люди ценят в тебе и знают, что ты можешь что-то им дать глубже, не обязательно увеселительные. В общем-то, хотя, может быть, это иллюзия, я не знаю. Но чаще всего, когда я выступаю, я вижу, что люди очень хотят праздник. В общем-то, может быть, это и правильно. Ведь каждый из нас нуждается в празднике больше, чем в каких-то... Итана, а почему, с вашей точки зрения, скажем, на нашем постсоветском пространстве так фактически не привился джаз, как массовая музыка? Хотя, скажем, в Америке это массовая музыка. Почему не привилась опера, например, как музыка, которую хотят слушать все, за которую согласны платить большие деньги? Потому что мы знаем, сколько билетов стоит в оперу. Я не знаю, где-нибудь на Западе, в Берлине. Поэтому почему вот такие элитарные виды музыки так и не привелись, и только процветает такая массовая культура? Мне кажется, очень большой вклад внесли средства массовой информации. Ведь человек, который находится дома, он включает телевизор, включает радио, и вот то, что ему преподносят, то он считает и дано, да, как задача. Если бы популяризировали больше блюз и, не знаю, непопулярную музыку. Хотя, опять же, когда я попадаю на праздник, какой-нибудь, будь это свадьба, будь это какой-то корпоратив, какой-то компания. Я понимаю, что люди приходят, чтобы повеселиться, у них хватает дома миллион забот, проблем, работы. И когда ты приходишь на праздник, какой тут блюз? Дайте что-нибудь потанцевать, налейте шампанского, чтобы душа плясала, потому что праздников в жизни у людей не так уж и много. Их нельзя за это винить. Это да. Если вернуться к тому, как вы начинали. Вы же очень давно, в принципе, вы не вчера стали звездой. У вас достаточно такой уже внушительно послужной список и достаточно внушительный список, так сказать, ваших регалий, наград и так далее. Но этот период в вашей жизни закончен вместе с продюсером, который был с вами много лет. Я хочу, чтобы нам включили скелеты, если можно сейчас. Вона 12 роков встречалась с своим продюсером Эдуардом Климом и все же ждала на веселье, хоть он и был одруженный. Но отношения так и закончились ничем. Это огромный период в вашей жизни. Я думаю, что Эдуард дал вам много не только в каком-то таком человеческом смысле, но и в творческом смысле, и во всех остальных. Как вы считаете, зачем люди приходят и уходят в нашу жизнь? И почему они уходят? Как это происходит, вот эта цикличность? Это наша школа жизни. Мы все должны не противиться каким-то прошлым урокам. Мы должны из них делать очень серьезные, глобальные выводы, которые помогут нам в дальнейших шагах. Наша встреча была для того, чтобы я научилась больше ценить хороших людей в будущем, в своей жизни. С точки зрения творчества, что закончилось? То есть, скажем, возможно, вы повзрослели, возможно, еще что-то произошло. Вот когда вы закрыли эту дверь, я так понимаю, что окончательно вы ее закрыли, когда вы вернулись от папы, и это была одна из причин, почему вы уехали, покинули Украину. Одна из. И вы поняли, что вам нужно переходить в другую взрослую жизнь, в которую вы только будете отвечать за себя. Это так? Есть тут доля правды, конечно. Мне тяжело было принять решение, но я его приняла. И улетев к отцу, я получила большую поддержку, потверждение того, что надо что-то менять в жизни. И менять смело, и научиться уже все-таки принимать решение самой, а не ждать от кого-то ответ или решение вопроса. Гатерина, а как вы считаете, вот что для женщины, вот именно для женщины, и для мужчины, что лучше? Потому что есть несколько моделей взаимоотношений с миром. Есть, они многократно описаны в классике, есть когда ты просто, ну, твои опоры, есть кто-то во внешнем мире, там, это может быть твой друг, это может быть твой возлюбленный, это может быть, там, я не знаю, твой отец или мать, это может быть твой муж. И ты на этот человек рассчитываешь, опираешься, и все, что у тебя происходит, хорошего и плохого, и ты черпаешь оттуда энергию и все остальное. А вторая модель, это когда человек внутри себя помещает туда опору и говорит, отныне я сам отвечаю за все, что есть у меня хорошее в жизни и плохое. Для женщины что лучше в этом мире? Все мы разные, и женщины разные. Я видела счастливых женщин, которые полностью возложили всю свою жизнь в ладошки своего мужа, и они прекрасно живут, и взрослые у них дети, внуки, и это очень гармоничная семья. Я видела независимых женщин, которые счастливы в том, что они идут сами по жизни и отвечают за свои решения. Я видела женщин сильных, которые жалеют, что рядом нет сильного мужчины, который бы взял ее полностью и принимал бы за нее решение. И видела наоборот слабых женщин, которые мечтают стать сильной. А можно быть с кем-то, но полагаться только на себя? Такой же вариант тоже может быть? Конечно. Я думаю, что я сейчас на пути становления такого человека. Я понимаю, что жизнь не должна зависеть от кого-то. и чаще всего люди, которые рядом, могут тебя подвести, предать. Поэтому на это нельзя обижаться, и нужно просто понимать, что только ты сам себя не можешь предать. Поэтому верить нужно только себе. Прекрасная формула. Актрисы, артистки и дети. А это еще одна тема, которую мы часто обсуждаем с моими подругами или еще с кем-нибудь, потому что творчество требует особых выброса энергии, особых усилий. И очень многие люди, я знаю их лично, они просто панически боятся. Они говорят, мне еще нужно делать карьеру, мне еще нужно петь. Я не могу просто сегодня себе позволить ребенка. Или я еще что-то, я не знаю, я известная журналистка, и я не хочу пока никакой семьи, ничего, я должна все силы отдавать. Насколько это придуманная такая конструкция? Насколько действительно это взаимосвязано? Насколько ребенок мешает или помогает? Вот сейчас, когда у вас почти год назад родилась Николь, вот вы можете уже сравнить. У меня никогда не было страха по поводу появления ребенка. и на сегодняшний день она только открывает во мне новые грани, новые краски, вносит в мою жизнь. Каждому, конечно, свои помехи в жизни мешают. Я больше всегда зависела от влияния энергии своего мужчины, и это меня ужасно бесит. Это меня бесит страшно, потому что какие-то шаги по жизни, я понимаю, что я делаю намного смелее, увереннее, когда я остаюсь одна, как бы ни было прискорбно. Після расставания с Эдуардом Климом, про которого мы сгадали в скелете, вона довгий час ни с кем не встречалася. Но в 2016 році таемно вошла замуж за своего саунд-продюсера Алекса Смарта. Тривалий час співачка тримала в таемнице м'я человека. А в липні минулого року народила ему доньку, после чего пара уже частейше стала появляться на публіці разом. Но семья для меня тоже очень важна, потому что всегда есть надежда, что человек, который находится со мной, все-таки даст больше вдохновения, как минимум не будет мешать. А как вы познакомились? Вы живете же с папой Николь, живете, да, вместе? Как вы познакомились? Мы познакомились очень случайно, мы познакомились на студии. Хотя... Тоже музыкант? Да. Хотя мы были знакомы 20 лет назад, но я его не очень помню. Он был гитарист, и его приносили на замену. Я эту историю помню очень смутно, но познакомились мы уже в прошлом году, когда я его увидела. И по работе он помогал мне привести в порядок мою песню, которая должна была выйти, которая вышла, а он старался ее улучшить. Таким образом мы познакомились. А вы боялись новых отношений? Я боялась, почему? Я зарекалась, что их не будет очень долго, и я теперь больше никаких мужчин в ближайшее время, я должна заняться своей жизнью. Но, как всегда, когда ты только ставишь себе какие-то рамки... Когда молодая красивая женщина говорит, больше никаких мужчин, она как раз то, во что нужно верить, незамедлительно. Ну, вот так и получилось. Поэтому, конечно, зарекаться никогда нельзя. Вы обрадовались? И вообще, как отреагировал папа? Вы уже, наверное, сразу позвонили, рассказали? Нет, не сразу. Я очень переживала, что мой отец подумает, что настолько быстрое опять... Отношение? Быстрые отношения, да, может быть, они мне не нужны сейчас или... Но он очень обрадовался, когда я ему через пару месяцев сказал, пап, ты знаешь, у нас присылал ему фотографии, вот у меня появился молодой человек. Он очень обрадовался. Он обрадовался так, что я не ожидала. И Николь получила второе имя? От папы. Да, от папы. Сапфир. Сапфир, да. Очень красиво. Я вчера несколько раз посмела Николь Сапфир, вообще замечательно просто. Знаете, есть в этом какое-то такое... такое холодное сияние, вот очень красивое имя, просто, знаете, оно такое чистое, абсолютно сияющее. Спасибо. И ваша жизнь изменилась. Ваша жизнь изменилась, несмотря на то, что вы все-таки придерживаетесь гастрольного графика, что у вас есть выступления и так далее. Как изменилась ваша жизнь? Я стала рано вставать. Я раньше никогда не вставала в 8 утра, или в 7, или в 6. Но сейчас я это воспринимаю как часть моей жизни, которая как будто всегда со мной находилась. Я отдаю очень много времени ей. У меня нет нянь, у нас есть бабушки, которые могут нам помогать. Но бабушки с вами живут, да? Нет, бабушки приходят, когда нужно нам помочь. Только приходят. Да, я полностью занимаюсь с мужем дочкой. Мы выходим по... когда нужно ему уйти, я остаюсь, когда нужно мне уйти. Вот сейчас он остается. На гастроли мы ездим вместе, поэтому бабушки помогают нам. Я не знаю, как изменилось. Со стороны, наверное, я больше стала улыбаться. Мне снятся светлые сны. Гайтана, это те отношения, они тоже как растения. Знаете, одни отношения похожи на огромный, такой буйный, красиво цветущий там куст, однодневку, которая прям сразу. Смотришь, утром встаешь, а их уже больше нет. Другие нужно поливать потихоньку, как вазоны, они растут все больше и больше. Третьи еще что-то. Ну, то есть вариантов огромное множество. Все-таки это же не те отношения, которые были, лели там пять лет, встречались с человеком, присматривались к нему. Это достаточно... Очень быстро. Да, это такое достаточно быстрое отношение. Быстрый брак, я бы сказала, потому что, когда есть ребенок, я не знаю, там, расписаны вы или нет, но это и не важно, потому что вы семья все равно. У вас дочь, вы живете вместе и так далее. Вот с чем бы вы сравнили вот то, что у вас возникло в вашей жизни? Да, мы расписались. Мы расписались еще, не зная, что я уже нашу ребенка. Буквально через две недели после регистрации брака я узнала, что у меня будет Николь. На что это похоже? Это как ураган, влетевший в мою жизнь. Я не успела опомниться, как я поняла, что вот я уже не одна, у меня есть мужчина. И мне понравилось, что он на себя взял решение очень смелое и, в общем-то, придал смелости мне. Он сказал, сколько ждать? У тебя были отношения 150 лет и толку от них. Поэтому, если мы любим друг друга, зачем вообще тянуть? Куда ждать? Чего ждать? Жизнь одна? Давай будем вместе. Давай делать детей, давай жить, давай. Он такой смелый, сумасшедший. Мне очень понравилось это. Смелый, сумасшедший мужчина, они же очень харизматичны. И они, конечно, быстро забирают в своей ладони нашу жизнь. А потом наступает что-то другое. Вот, ну, вы же певица, вы же много ездили, вы, у вас нет опыта там по устройству, там, быта, там, как готовить, как умирать, как там правильно покупать шторы и так далее. Вот, когда начинается совместная жизнь, да, мужчины, сколько бы ни говорили, что для них это не важно, они больше любят комфортно быть гораздо больше, чем мы. И для них это очень важно. Ну, потому что мой дом, моя крепость. Вот как у вас с этим? Я хорошая хозяйка на одиночке. Я обожаю дом. Мамы всему научила. Я очень домашняя. Не могу сказать, что мама. Мы с мамой во многом расходимся. Но мы домоседки, да. Мы очень домашние. В какой-то момент я перестала готовить. Я много чего перестала делать, когда ушла в себя. А здесь я снова начала готовить. Я снова начала любить свой дом. Я снова начала радоваться возвращению домой. Да, мы сложные. Он харизматичный. Я тоже еще та. И, конечно же, у нас все происходит как-то в сжатом каком-то режиме. Если предыдущие отношения все растягивалось, очень долго были ухаживания, долгое вся вот эта вот преамбула, маски такие все мы. Здесь все очень быстро. Мы быстро даже поругались. Мы быстро вроде как разошлись, успели, потом опять сошлись. Очень не все странно, но мне нравится. Я чувствую, что я живу без масок. Все по-настоящему. Настоящие эмоции, настоящая любовь, страсть, прощение, обиды, выяснение отношений. Я чувствую, что я живу. А предыдущие отношения вам принесли немало боли, потому что все равно вы на что-то надеялись, на что-то рассчитывали. Вы думали, что это дерево все-таки вырастет, дав красиво, а оно не выросло. И я убеждена, что вам, наверное, все-таки обещали, 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 и ничего не выполнили. Вот это каким-то образом, как вириги, потом тянется за женщиной, вы знаете, эти рефлексии, что так бывает, что мужчины могут так поступать. Или вы просто отрезали это, забыли, и вы спокойно улыбаетесь, и как бы все в вашем сердце прозрачно после этого. Ну, я бы сфальшивила, слогалась, я бы сказала, что все так прозрачно и прям все отрезало. Конечно, мне кажется, что я отрезала, но когда у меня появилась дочь, я поняла, что все эти страхи опять вернулись в мою жизнь с какой-то защитной уже стороны. Мне хочется защитить свою дочь, научить ее чувствовать жизнь людей, чтобы она не столкнулась с какими-то ненужными моментами. Хотя я понимаю, что это тоже все школа, и, возможно, если бы не было предыдущих отношений, возможно, я бы не смогла оценить что-то в этих отношениях, которые мне даны. Но очень много зависит от воспитания. Я проанализировала все и поняла, что как важно, что мама вкладывает в своего будущего мужчину, в свою будущую женщину. А что важно? Потому что, знаете, есть же два взгляда на эти вещи. Еще одни говорят, и даже мои подруги часто говорят, как жаль, что нас родители не научили, что нам пришлось на своих ошибках это все понимать. Другие говорят, да бросьте его, люди все равно совершают ошибки. И так или иначе, каждый человек должен пройти через эту боль, через этот кошмар взросления, становления, через то, что его предают и так далее. А чему такому мы можем научить своих детей, чтобы их предыдущить, и возможно ли их как-то уберечь от этих ошибок? Классный вопрос. Я как женщина буду говорить со своей стороны. Очень здорово, когда мама научит своего сына уважать женщину. Что такое уважение? Заботиться о ней, как о хрупком существе. очень хорошо, если женщина будет понимать, что рядом с ней мужчина, который умеет подать руку, умеет открыть дверь. Я говорю сейчас о таких, о таком фундаменте, который, к сожалению, многие мужчины не имеют. когда мужчина заботится о женщине, мне кажется, что сразу пропадает очень много каких-то ненужных будущих проблем, претензий. Часто в отношениях проблема наступает, когда нет уважения и заботы. Это очень элементарно, но так часто мы обсуждаем, опять же, с моими подругами, и приходим к элементарным азам воспитания. Если мужчина повышает голос на свою маму, если он ее не уважает, он также не будет уважать свою жену. Если мама была высокомерна и не ценила своего мужа, примером не показывая, он также не будет ценить свою жену. Если мама была горда в отношениях, если она упрекала своего мужа и не умела его прощать, все это проецируется потом на отношения ее сына, ее дочки, точно так же на свою семью. Поэтому сегодня часто женщина воспитывает своего мужа, к сожалению, делает то, что должна была сделать мама. Я очень хотела бы, чтобы акцент этот был вообще для мам, потому что мы часто балуем своих детей, мы часто акценты делаем на том, на чем, то, что, возможно, не самое важное, забывая о воспитании. Если каждая мама будет представлять, как ее сын будет относиться к своей жене, она будет закладывать совершенно другие форматы. Ухаживание за своим сыном, учить его, что нужно помочь маме, помочь отнести сумку, подать маме руку, открыть перед мамой дверь, помыть с мамой посуду, помочь маме убрать дом. дом. А вот для девочек, что бы вы девочкам советовали? Для девочек очень важно. Вот у вас растет дочь, что вы начнете говорить в 10, в 12, в 14, или, может быть, раньше даже? Девочке, естественно, также очень важно, чтобы была полноценная семья мама с папой, я это очень понимаю на своем опыте. Очень важно также иметь пример. Я очень хочу, чтобы мы с мужем были примером, достойным для того, чтобы она видела модель отношений в семье, чего не было у меня. Поэтому, не имея модели, как должно быть, я всегда импровизировала, иногда делала с ума ошибки. У меня до сих пор нет понимания семейного праздника, потому что как-то некомфортно мне, что ли. Я не знаю, как его организовать, этот семейный праздник. Теперь бойся учиться. Я учусь. Я учусь. И, конечно же, учусь, и все это делаю с удовольствием. Но большой акцент в том, что мы берем модель от наших родителей. Это правда. Первые годы отношений, они всегда, знаете, происходят с таким легким пафосом, потому что люди узнают друг друга. Для людей это, ну, все, что происходит, это все в новинку. Потом это как бы рассеивается в воздухе. И если люди находят чем это заместить, тогда счастье продолжается только в каком-то другом виде. А если не находят, тогда они просто расходятся, разбегаются и так далее. Что это может быть, да, когда прелесть новизны проходит, что может быть следующее, что делает людей счастливы, с вашей точки зрения? И важна ли для вас физическая верность? Ну, вот это, что называется. Уважение. Для современного человека совсем, мне кажется, уже теперь не важно. Я все чаще и чаще это слышу от женщин, кстати говоря. Если раньше мужчины говорили о своей полигамии, то теперь женщины начинают говорить о том, что ну какая разница? Ну, я же не знаю, все в порядке. Мне кажется, если есть уважение, то оно есть, оно не позволяет тебя обманывать. Если вы договорились о том, что вы свободны и физически удовлетворяете свои потребности, если вы честны, пожалуйста, кто-то согласится, кто-то нет. Но уважение, оно исключает обман. Для меня очень важно открытость и честность. Мы договорились, что мы будем честны. Не имеет смысла врать, потому что, если хочется соврать, лучше разойтись и заниматься своей жизнью, и не мешать друг другу. Я не могу сказать, что мне комфортно всегда в отношениях. Я одиночка, по сути. Мне очень важно иметь свое время, для себя, для своих мыслей. А вы интроверт? Скорее да. Вы чек закрыты, да? Да, скорее да. Я открыта в своих письменных песнях. Ваш муж-то чувствует? Он не заходит на вашу территорию, если он видит, что вы хотите побыть одна? Я имею в виду не физическую территорию, а вашу внутреннюю территорию? Надеюсь, этого не достанет совсем со временем. Но его столько много по энергетике, что мне кажется, он пока этого не замечает. Он заполняет вот эти вот все мои пустоты и непустоты собой. Самозаряжающаяся игрушка. Он самодостаточен. Хуже, когда человек нуждается постоянно в тебе 24 часа в сутки, а ты хочешь в какой-то момент закрыться. Вот это хуже. У нас пока такого нет. Для вас важно, сколько времени, внимания и всего остального вам уделяют? Или вы на это не обращаетесь? Потому что женщины, они же очень часто измеряют отношения, градус отношений, тем, сколько раз в день позвонили, сколько записочек оставили, сколько там сказали приятных слов или сколько подарков привезли. Для вас вот эти винтетки вокруг отношений важны или не очень? Не очень важны. Не могу сказать, что я привязана к количеству букетов. У меня пунктик на уважение. Уважение в общении, уважение в отношении. Когда это нарушается, гармония или каким-то образом не научен человек этому, для меня это большая трагедия и намного важнее, чем количество подаренных каких-то подарков или показного внимания. У вас есть подруги? Да, у меня есть подруги. Вы всем делитесь с ними? Много не бывает, конечно, но несколько, с которыми я могу поделиться своими переживаниями. Чаще я не делюсь, они просто чувствуют меня. А для чего человеку нужны подруги? Мой ответ будет эгоистичен, наверное. Я не знаю, нужны ли они прямо подруги. Если такие люди близкие и есть, слава небесам. Потому что близкого человека невозможно запланировать, воспитать. И я, наверное, не очень хороший друг, мне кажется. Когда я думаю о друзьях, то мне кажется, я как раз друг не очень хороший. Потому что меня нет всегда. Из-за того, что я люблю иметь свое пространство, свое время, свои мысли. Я очень четко ограждаю эту территорию. И мне кажется, порой это не очень корректно по отношению к подругам. Но слава небесам за то, что если человек близкий, он не эгоистичен, он позволяет тебе иметь свою территорию и уважает тебя такого, какой ты есть. Из чего вы черпаете энергию? Потому что энергии для творчества нужно очень много. Откуда вы берете чирная музыка, искусство, любовь, секс, ребенок, может быть какие-то стимуляторы, может еще что-то потому что у каждого человека эти вопросы решают по-своему. Я как тот сумасшедший, который сам в своих мыслях, в своих воспоминаниях, историях жизненных, примерах жизненных, своей семьи, своих близких. У этого достаточно для того, чтобы просто не опускать ручку и постоянно писать свое видение, свои желания. Кино, книги, это все какое-то для меня поверхностное. я намного больше ценю как и в путешествиях, как и в общении, не совместный просмотр чего-либо, а совместное открытие настоящих эмоций, настоящих историй жизненных. Это все вдохновляет. Вот чем, о чем отличается? Потому что вы изменились даже с тех пор, как я вас видела последний раз. вы действительно изменились очень сильно. То есть каждый раз вы как будто проживаете какой-то еще один жизненный цикл. Сейчас появился ребенок, и у вас появилась новая любовь, и вы уже другая. Чем отличаются ваши песни от тех, которые были еще три года назад, скажем? Я очень люблю песни, и знаю, что очень много честных песен спета, как и три года назад. Что такое честное? Вот еще раз, еще раз. Что такое честное? Уже спрашивала у вас в прошлый раз, но знаете, честная книга, честная песня, я не знаю, честный фильм. Чем честно от нечестного отличается? Ох, нечестный фильм, это когда ты смотришь его и понимаешь, что ты зря потратила время, потому что ничего не донесли абсолютно поверхностно, как дешевая какая-то поп-музыка, которую ты просто пропускаешь мимо. Но, Гаитана, очень часто нечестные песни, нечестные фильмы, нечестные книги пользуются огромной популярностью именно потому, что нечестные люди, которые их написали, это даже не вопрос таланта иногда, это вопрос того, что человек знает, на какие кнопки правильно нажать, вот этот самый аккорд дворовой, который привлечет максимальное количество людей, или вот эта тема, которая близка всем, он меня бросил или еще что-нибудь, да тут, наверное, вот такие вещи, а это честно или нечестно манипулировать слабостью огромного количества людей, которые это слушают и потребляют? Ну, театр, это тоже честно, почему нет? Развлечение, это тоже честно, ведь эмоция, если кого-то зацепляет... Любая массовая культура может быть тоже честной, один пиатр была честна, хотя она там делала массовую культуру, конечно. Я бы сказала так, есть продукт, который забирает твое время, здесь хороший фильм называется «Время», по-моему, как раз, есть продукт, который отвлекает тебя от главного, развлекает, отвлекая и в то же время не давая ничего полезного, не давая никакого полезного урока для тебя. Я за развлечения с пользой. Что для вас сегодня... И это уже последний вопрос, потому что мы уже в финале. Что для вас важнее все-таки? Вот если бы какой-то там жестокий мир сказал, что нужно выбрать, семья или пение все-таки, все-таки, что бы вы выбрали? Выбрать? Как можно выбрать? Иногда же карьера имеется в виду, концертная деятельность, да, да, да. Я бы выбрала семью, я бы выбрала семью. Потому что без фундамента жизни, отношений, эмоций, без этого нет песен у меня. И самое последнее. Вот сейчас нас смотрит какое-то большое количество, я уверена, молодых девушек. Если бы я вам предложила для них продолжить фразу «никогда не...» Вот как бы вы ее продолжите? Никогда не. Не делайте чего-то там, например. Никогда не... Господи, это очень сложно. Мои предложения будут очень длинными. Никогда не позволяйте собой манипулировать. Это, наверное, первая часть. Никогда не спешите строить отношения с тем человеком, если вы не видели его отношения с его мамой. По таким отношениям можно очень много сказать и сделать вывод. Благодарю. У нас есть такая традиция кому-то членам семьи передавать подарок. Ну и, конечно, у вас самый молодой член семьи, Николь, и, пожалуй, не мужу вашему будем передавать, а все-таки ей. Дети страшно любят все вот эти штуки. Аначе в таком возрасте, когда играть и играть. Пусть растет здорово и приносит вам счастье. Еще ж, друзья мои, сегодня была программа «Подши други». У нас в гостях была Гайтана, а я прощаюсь с вам в «Бережить коханье». Это наиважливее, что может мать людей в цьем свете. До встречи.